я подготовил лифчик сейчас будем снимать вам дорогу и даже нельзя оружие брать и наркотку с тобой нельзя носить в общем что делать в этом таиланде вообще непонятно здесь еще пистолета не хватает и прям с видом от первого лица так по джунглям бегает ну что друзья всем доброе утро собственно начинается новый день новое путешествие впереди могу сказать кстати спалось очень даже отлично ничего я не слышал все было прекрасно такие у нас виды открываются так что отель вполне могу рекомендовать тем более отель достался за 1600 рублей то есть это 800 бат я думаю что за 800 бат мы вряд ли что-то сняли снимем в этом путешествии лучше на необычная вещь кстати понравилось смотрите в душе есть окно ну я так полагаю что это здание ранее предназначалось для каких-то других целей потому что вряд ли проектировали туалет соклом вот ну что мы с вами сейчас собираемся идем искать байки и поедем на ломай который находится в той стороне на улице 830 а людей вообще нет говорить все закрыто байки хотели снять даже ренды байк закрыта но не даже вообще даже кафешки закрыты покушать нельзя уже полдесятого людей на улице вообще нет моей единственные туристы ходим по улице все спят я в шоке конечно и так начали мы два таких байка в целом ничего так красивенько выглядит по поводу резины обязательно проверяете но чтобы она была не лысая здесь конечно спереди она не совсем идеальная на втором у нас получше резина в общем вот так вот выглядит в самом начале чевенга всего лишь 200 бат в сутки вот эти за 225 отдавали нульцевые но мы не стали брать совсем нулевые потому что все таки лучше брать чуть-чуть какими-то котками только вам не придирались главное намазать со солнцезащитным кремом потому что сейчас припекать будет адски я подготовил лифчик сейчас будем снимать вам дорогу с байка так что сейчас предстоит интересный путь на ломай нулевые путь на ломай тогда ехали мы до конца чевенга сейчас зайдем в пляжик посмотрим пока я покажу а вот я увидел про то что про вчера говорил таблички нет еды нет напитком на пляже так что все-таки таблички здесь висят но кто следит за этими правилами а сегодня что-то ветрено смотрите волны какие так я просто ветрозащиту снял не знаю как вам будет с ветром пытаясь рукой закрыть море сегодня волнуется на серфинге наверно клево будет кататься интересно они дают серфы красный флаг он вижу висит ну ладно я думаю на ломай будет поинтересней поэтому сейчас двигаем на ломай вообще первую очередь заедем на коралл кейф посмотрите видите там не не есть не пить и еще и даже нельзя оружие брать и наркоту с собой нельзя носить в общем что делать в этом таиланде вообще непонятно блин испортился тайланд но еще мы шутим как бы мы против наркотиков и оружия но за еду и напитки так друзья приехали мы с вами на коралл кейф пич считается одним из лучших на самуи очень красивый сегодня ветрено ветерок дует посмотрим первый взгляд на пляж ну блин уже слева вижу что круто и так готовы поворачиваем раз два три и так что сейшелы практически сейшелы мы видим слева камни красивые солнце еще у нас с вами не в зените поэтому цвета могут поменяться будет я думаю что часть к в 12 еще более красивое море если поляризационный фильтр нацепить еще красивее будет ну справа тоже камни красиво не пляже хорошие глубоко я люблю когда глубоко не люблю когда мелкое море и кстати вот это у нас с вами сиамский залив чтобы понимали где мы с вами купаемся в океане или в море или еще чем-то позади нас много пальм как я люблю пальмы я обожаю кто смотрит выпуски все знают мою любовь к пальмам я считаю что без пальмы это вообще не пляж и не море вот например сейчас ребята своим ходом ездили по маврикию выкладывали фотки ну не фотки вы в выпуске на своем канале ну вообще ни о чем не маврики честно говоря не понравился и здесь в тысячу раз красивее для меня лично картинка чем на маврики на маврикии только здоровая гора вот это прикольная и все по природе таиланд сильно впереди и я убедился что на маврики ехать не надо я поеду скорее всего на сейшелы каком-нибудь ближайшем будущем может быть летом может быть зимой у меня есть желание побывать на сейшелов потому что на сейшелов красивые такие скалы камни и много пальм так а здесь вот валуны всякие лежат здесь нужно карабкаться что туда забраться даже не знаю как вон человек там сидит блин даже не знаю как туда закарабкаться ну чё пишите кстати в комментариях как вам coral cave блин не я сюда не залезу в шлепках камни кстати острые но больно на них да не ногой наверно можно наступать но не без труда туда можно залезть вон я вижу какая-то щель может быть там можно подняться не знаю ну в общем виды крутые пишите как вам пляж по моему очень-очень недурно тянет на 9 баллов из 10 если бы народу вообще не было наверное было бы 10 из 10 ну и цвет воды мог бы быть покруче да наверное поставим ему восемь с половиной девять или так крутой пляж красивый пишите ваши комментарии нравится не нравится такой вид пишите комментарии а Субтитры сделал DimaTorzok И вообще напишите, у кого какая любимая страна. Для меня это Таиланд номер один. Все-таки скучал, скучал я по нему. Наконец взорвался после сна. Все вообще офигенно выглядит. Вчера еще мы в полутонном состоянии бродили, ходили. Сегодня выбрались в это чудесное место. И колесим на байках. Я повторюсь, байки это очень много эмоций. Берите байки и только аккуратно. Я научен горьким опытом здесь падал. Ну, точнее, я падал на Пхукете несколько раз. Впереди у нас предстоит Панган. На Пангане очень крутые дороги. Здесь тоже не скажу, что для новичков они... Но нужно быть аккуратными. Я думаю, позже запишу вам видео с рекомендациями, как водить байк аккуратно. Я хоть водитель без прав с категории А, но какие-то рекомендации могу дать, потому что и наворачивался несколько раз, и постоянно я езжу в Азии на байке. Я думаю, это будет полезное видео для новичков. Это я запишу, вероятнее всего, на Пангане. Так что ждите выпуски оттуда. Кстати, народ, я вам не сказал самое главное. Видео уже записывается на новую камеру. Я чуть позже сделаю сравнение Xiaomi с Sony. Это камера со стабилизацией. Скажите, как вам качество картинки, качество звука. Я думаю, что у нас все должно стать на порядок лучше. В плане качества и картинки, и звука. И для монтажа, думаю, будет мне попроще, потому что на Xiaomi я уже устал вытягивать звук. Я, в принципе, вас спрашиваю, потому что я сам не знаю, насколько качественно получится на YouTube. То есть я так-то на мониторе могу посмотреть, но что получится при загрузке на YouTube, я пока еще не знаю. Так что оценивайте видео, пишите комментарии. Итак, переходим с вами в более уединенную часть Коралл Кейва. Мы с вами сейчас были там. А сейчас перейдем вот за угол. Здесь, смотрите, мостик построили. И по мостику можно спокойненько взять, перейти. И там более уединенное место. Видите, такие расщелинки тоже есть. Среди них можно прилечь в тенечки. Фотосессий много делают люди, потому что здесь красиво. Вот бунгало, джунгли. Вот, видите, здесь всякие расщелины. Где тенечек, потому что солнце сейчас жарит нещадно. И как бы не обгореть. Я уж боюсь, сейчас нам скоро будет накидывать футболочку. Ой, наше место уже поприходит. Извините, мы сидим здесь? Да, я не могу. Это наш место, но окей. Че заняли наше место? Наглых французов мне удалось прогнать. Где-то я отвоевал. Ну вообще было, конечно, капец. Взяли, отодвинули наши вещи и легли здесь. Вот, в общем, они такие недовольные ушли. Че хочу сказать. Здесь уже смотрю, начинают у меня вот эти места розоветь, погроветь. Чувствую, вечером будет шляпа. Начинаю я мазаться активно. И совет для тех, кто едет первый раз в Таиланд, ну или вообще в Азию. Мазаться нужно кремом пятидесяткой. То, что ниже, там тридцатка, двадцатка вас не спасет. Нужно полтинники брать. И, кстати, еще совет, если вы зимой едете, покупайте самцезащитные крема у нас в России. Потому что здесь они стоят, ну, дофигища, там, пятьсот, шестьсот, восемьсот бат. А в России в зимний период самцезащитные крема достаточно дешевые. Даже алоэ всякие у нас стоят намного дешевле. У нас, я помню, покупал, по-моему, по акции, пятьдесят рублей банка здоровая с алоэ стоила. Поэтому в сетевых магазинах смотрите, типа, там, Ашан, Пятерочка, Магнит. Я помню, в Магните вот покупал алоэ. Так что совет такой. И полтинничком, полтинничком, особенно с двенадцати до трех, нужно мазаться. Вот солнце сейчас в зенит начинает уже подниматься. И очень-очень печет. А если на байке едете, вообще незаметно, просто можно в рака превратиться. На байке мы едем. Я сейчас буду на байке накидывать с рукавом рубашку. Потому что без защиты, повторюсь, вам кранты вечером. Чувствую мне тоже кранты даже с защитным кремом, полтинником. Имейте это в виду. А мы вот в таком красивом месте. Конечно, место потрясающее. Похоже на Far Cry, знаете, компьютерные игры. Начало двухтысячных, наверное. Мне очень нравился тогда Far Cry. Здесь еще пистолета не хватает. И прямо с видом от первого лица так по джунглям бегаешь. Ну что, накупались, назагорались. Могу сказать, минус этого пляжа – это песок. Здесь крупный такой песок коралловый, по которому очень больно ходить. Это первое. И он очень сильно нагревается. Ноги уже болят капец. Босиком нереально ходить по нему. Но консистенция у него вот такая. Смотрите. Это, конечно, не мальдивский белоснежный песок, как мука, и который вообще не нагревается. Это не очень крутой песочек. Ну все, мы едем на следующий пляж. Следующий пляж у нас по плану Сильвер-Бич. Сейчас, через несколько секунд, вы его увидите во всей красе. По идее, там тоже красивые такие валуны должны быть. В общем, будет красиво. Ну, повторюсь, пишите, понравился ли такой пляж вам. И сравним его с Сильвер-Бичем. Итак, вот он вход в Сильвер-Бич. Кстати, плюс тайских отелей вообще... Потому что вы можете проходить практически в любой. Здесь нет никаких браслетов, да. Тайцы не очень различают на лица европейцев. Поэтому проходить можно практически в любой отель. И купаться практически в любом отеле можно в бассейне. Ну, народ уже начинает потихоньку обедать. Время обеда. Ну, слушайте, ну прям очень похож, да, на предыдущий пляж. Прям копия. Но народу здесь гораздо больше. Народу больше. Зато волн, смотрите, практически нет волн. Не, ну, хороший, тоже красивый пляж. 10 баллов, конечно, не скажешь, что это 10 из 10. Ну, слушайте, ну тоже девяточка. Красиво, круто. Только многолюдно. Даже, может быть, меньше я поставил бы, чем предыдущему пляжу. Зато здесь, смотрите, а вот песочек здесь намного лучше. Здесь мука уже. И он не горячий. По нему можно спокойно ходить. Кстати, вот, вот, видите, где-то плюс, где-то минус. Я скажу, что здесь, здесь лучше все-таки, да. Восьмерочка. Лучше, да? Мальдивский песок здесь. Видите, вон Саня, значит, предыдущему пляжу семерку ставил, здесь восьмерку. Ну, не знаю, примерно одинаковый, но за песок, да, однозначно лайк. И волн нету. Я ему ставлю восемь с половиной баллов. Вот, ну, пляжи хорошие, приятные. Напишите теперь вы, что вам больше понравилось. И здесь, конечно, тоже такая дилемма. Выбирать пляж, где нет людей, никого. В принципе, там скучно, наверное. Либо пляж, где многолюдно, но я не скажу, что здесь весело. Да, то есть на пляже нет никаких развлечений, по сути, только кафешки. В этом плане плюс. Даже в тенечке вот плюхнуться только там можно. Видите, насколько там плотно. Все друг на друге лежат. А без тенечка сейчас очень тяжело. Я, видите, даже накинул рубашечку с рукавами. Потому что на байке самое то ездить в такой рубашечке. Покупал я ее когда-то на Пхукете, по-моему. И очень спасает. В ней не обгоришь. Ну, цвет воды, конечно, офигенный. Я не знаю, как камера передает, передает, не передает эти оттенки. Но вот в очках поляризационным фильтром это, конечно, выглядит очень круто. Сейчас я перебивочку вам сниму с поляриком. На зеркалку. Ну, посмотрите. Там тоже очень красиво это должно дело все выглядеть. Ну, прям офигенно. Не-не-не, очень красивый пляж. Надо сюда просто подальше отойти. Народу там поменьше. И вид открывается шикарный. Ну, красиво, красиво. Мы вот в прошлый раз почему-то не заезжали. Но в такие места были на Чевенге, да, на Ломае, получается. На двух самых популярных пляжах. И не посмотрели самые красивые. А самые красивые это вот эти. Сильвер и Коралл Кейв. Это одни из самых красивых. Завтра мы поедем на Мэйнам. Туда, к северным пляжам. Тоже считают их очень красивыми. Но там нет скал. Посмотрим, посмотрим. Изучаем остров, смотрите, комментируйте. Ну, что, вот так вот выглядит манго шейк. Я попросил немножко льда, потому что начинает сегодня горло побаливать. Кстати, с этим надо в первые дни аккуратно. Я постоянно горло простужаю. Холодные напитки пьешь. Горло еще не привыкло. Ну, сейчас скажу вам. Крутой. Очень крутой, офигенный. Сладкий. И реально не пакетированный. То, что нам вчера впарили в той кафешке Onion, которая на Чевенге, не рекомендую, честно говоря. И еда, ну, я бы не сказал, что круто. На картинках все было круто. А по факту чепуха. Ну, минус, конечно, в том, что здесь вот людей много. И сейчас будем наслаждаться этим пляжем. Чуть попозже поедем на следующий. Прикольно. Здесь, конечно, отельчик. Интересно узнать, сколько здесь стоит бунгало. Так прикольно. Вышел, бах. И у тебя собственный пляжик. Очень круто. Очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в общем мы уходим с этого пляжа ставим зачет этому пляжу 9 баллов 9 баллов 80 половины в принципе он смело тянет думаю по меркам самуи это один из лучших пляжей ну че вот мы доехали на ломай наконец здесь достаточно протяженный пляж приехали мы где-то в серединку его но волны будь здоров сейчас я вам покажу смотрите какие волны здесь людей он сшибает аж ну вот левая сторона ломая и простирается аж туда вдаль где находится достопримечательность самуи камень в виде фалоса дедушка и бабушка по-моему называются эти камни мы были когда-то давно там ну ничего себя он не представляет на самом деле ну нужно было что-то придумать чтобы люди приезжали смотрели придумали ну на минутку можно заглянуть что-то сфотографировать не а волны конечно да здоровая из-за этого море мутное вода не очень красивая сейчас данный момент не знаю пляж выглядит не очень впечатляюще скорее всего вам не очень понравится но зато здесь очень много всяких кафешек здесь мы сейчас сплюхнемся поедим где-нибудь под пальмами и поедем дальше к водопадам сейчас мы планируем покушать и к водопадам но когда волны большие всегда много всякого мусора выбрасывают на берег что собственно делать тоже опять данный момент не самым привлекательным этот пляж напишите опять же в комментариях я думаю что это будет пляж сегодня у вас на последнем месте не даже он уступает человека это манговая косточка походу дачу выброшено много хотя вряд ли слышен какая-то какая-то странная штука что-то похоже морского происхождения фиг знает ну а и весь много вот еще выброшенная такая же непонятно что это бутылки банки в пластик в общем увы и ах мы достали пляж не в лучшем его состоянии и кстати мне вообще нравится купаться в волнах когда можно попрыгать в них они такие ну большие высокие но они не затягивают например на боли если были бы такие волны из них вообще выбраться очень тяжело там затягивает закручивает на боли очень крутые волны для серферов а в таиланде ну кстати вот еще канистры бутылки жесть какая-то что-то они вообще обленились и ничего не убирают даже вот мексике тоже очень высокие волны на танку не громады на метр 2 на я на них подпрыгиваешь цвет воды красивой и не затягивает и очень прикольно на них попрыгать и здесь я думаю тоже ну народ видите резвится прыгает достаточно комфортно в них купаться старюсь на боли на боли в таком невозможно купаться и вопреки многому мнению многих боли это все-таки не совсем такой пляжный отдых как ожидаете вы а покушать мы с вами сейчас пойдем вот в эту кафешку мы в ней были как раз несколько лет назад в принципе там готовили вкусно и прикольно подавали все такое бамбуковое соломенные крыши привет да дай пятюню пятюню давай передавай привет подписчикам смотрите как на тайвичку не похоже смотри какая штучка есть не не интересно скажи таиланд крутой таиланд рулит да пока 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 на кафешка у нас называется так и поизвестное ямайское кафе у нас растаманская музычка звучит под пальмами сидим такие бамбуковые сиденья не он прикольно и я вспомнил что здесь фишка этого кафе было в том что здесь был топ тайских блюд что же всем спасибо за просмотр на канале вы сможете ознакомиться с множеством других путешествий и советов по таким странам Тайланд Индия Шри-Ланка Индонезия Филиппины Мексика и множество других крутых и интересных стран переходите по ссылкам видео и подписывайтесь на канал если еще не подписаны